Привет, мои дорогие! Меня зовут Света Пролеско и мы с вами... Сегодня мы будем вместе с вами общаться, будем... И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы... А мы с вами продолжаем, вернее, начинаем. Привет, мои хорошие! Меня зовут Света Пролеско и мы с моей несменной соведущей Тонечкой очень рады приветствовать в моем новом влоге. Вы очень многие просили, говорили, что соскучились по домашним влогам, поэтому сегодня этот день настал. Так что наливайте чаек, кофеек и приятного просмотра! И, кто еще не подписался, обязательно подпишитесь, поставьте свои пальчики вверх и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Потому что, ребятки, я знаю, что очень многие смотрят без подписки, поэтому, пожалуйста, поддержите меня, я очень для вас стараюсь. Так что жду от вас ваши приятные комментарии, ваши подписки и приятного просмотра! Ну что ж, ребят, конечно же, моя несменная соведущая по традиции отправилась спать, а мы с вами начинаем. И что будет в сегодняшнем видео? Ребят, кто смотрел мой прошлый влог, если не смотрели, посмотрите, ссылочку где-то прикреплю. Я говорила, что я делаю перерыв в посещении Second Hand, какой-то, ну, небольшой перерыв на какое-то время неопределенное. И этот перерыв был. Почему я его брала? По нескольким причинам. Первая причина – у меня накопилось огромное количество видеоматериалов, и мне нужно было как-то разгрузиться, как-то начать больше выкладывать влоги, чтобы как-то, ну, не было накопления материала. И далее у меня была причина то, что у меня большое количество вещей, и мне как-то хотелось упорядочить свои покупки, разобраться с гардеробом, понимать, что мне надо, что не надо, как-то немножечко в этом плане экономнее относиться, потому что всегда какой-то соблазн что-то купить, вы меня, наверное, прекрасно понимаете. И третья причина – это у меня был экзамен по польскому языку, мне нужно было готовиться, потому что был экзамен серьезный, я его сдала, так что поздравьте, у меня уже, у меня есть сертификат об окончании А1 успешный, и сейчас я учусь на уже уровень А2. Так что вот такие дела, с этим мы покончили, и я не ходила в секонд-хенды две недели, я вообще никуда не ходила, ничего не посещала, очень было классное время, если честно, на самом деле классное время. Я много всего сделала, я встречалась с друзьями, какие-то прогулки, какие-то другие дела, которые все время не хватало времени, потому что, как вы знаете, секонд-хенд отнимает очень много времени, особенно когда ты приходишь и все снимаешь, это затраты в несколько раз больше. Потому что если бы я просто пришла и пробежалась, это одно, а когда я это делаю для влогов, это совершенно другое. Так что вот таким образом. И потом, спустя эти две недели, ну, чуть меньше, чем две недели, я одну неделю ходила в секонд-хенды, но я не делала там привычные обзоры, как я выкладываю во влогах, а я решила для себя так, если я что-то покупаю классное, я зафиксирую, где это купила, и потом уже вам покажу дома это все. А если что-то интересное я увижу, на самом деле интересно, я просто тоже зафиксирую, буквально ничего там не описывая, просто какой-то коротенький момент, коротенькое видео, и просто покажу, что я находила в этих магазинах, как бы в течение этой недели. Поэтому в сегодняшнем видео я вам покажу те покупки, которые я сделала в течение этой недели, когда я ходила в секонд-хенд после перерыва, и что я купила для себя, я, конечно, покажу вот здесь, вот оно у меня все, а то, что я интересное увидела, я покажу, наверное, в конце вот этого видео, в конце домашнего влога я покажу именно то, что я уже покупала, ну, то, что, вернее, я увидела в магазинах, но то, что я не купила. Так что вот таким моментом. Так что сегодня мы будем делать обзор моих покупок, которые у меня были за неделю, в течение периода недели после моего двухнедельного периода, периода, вернее, перерыва от секонд-хенда. Так что, ребят, приятного просмотра и погнали! И первая находка, которую я хочу с вами поделиться, это платье от Max Mara, линейка Max Co. Это платье я купила в магазине Econom City, стоило оно, я буду немножко подглядывать, потому что я ценники специально тогда переписывала, вот тетрадечку отдельно, чтобы ничего не забыть. Стоимость его была 19 рублей 90 копеек белорусских рублей, я живу в Белоруссии, поэтому белорусских рублей. Один доллар у нас 2 рубля 60 копеек, примерно плюс-минус, поэтому можете поделить сумму 19,90 на 2,6 и получится у вас сумма в долларах, чтобы вы не путались. Платье это 100% хлопок, вот такое вот платье. Это, в принципе, мой размер, оно на меня свободненькое немножечко, но мне это очень нравится, что оно свободное. Я где-то прикреплю ссылочку, я это платье уже выгуливала, что-то на него нацепилось. Я его уже выгуливала, я в нем уже ходила, и я вам прикреплю где-то видео, как это было. Вот такое платье, очень лаконичное, в таком базовом цвете, в стиле таком Max Mara, это именно базовое, ничего лишнего, что мне очень-очень нравится. Простое, лаконичное, базовое платье. Как я сказала, состав это хлопок, насколько я помню. Я уже не буду искать этикеточку здесь, не ошибешься, это 100% хлопок. Вот такое вот платье, которое я купила в магазине Econom City. Я думаю, платье неплохое, мне нравится комбинация, вот здесь светленькая, белый цвет, и здесь такой, какой-то такой, сложно понять этот цвет, немножечко как сероватый, но не сероватый, с таким каким-то отливом мяты, оливка, вот такое что-то, да, как бы очень нежный, такой пастельный цвет. Вот я сейчас смотрю на свою сумку Shopper один в один, да, такой какой-то сливочно-пастельный цвет, немножечко с оливковым отливом. Хороший, красивый цвет, хорошее базовое платье, и я уже надевала. Мне нравится его длина, длина ниже колена. Я люблю длину или чуть выше колена, или уже ниже колена. Это моя длина, именно что по колено я не люблю. Так что вот такое платье, неплохое, я считаю, тем более за такие денежки. И приятно, что это Max Mara, это всегда приятно. Ребят, кстати, в этом магазине была еще одна интересная находочка, я вам потом покажу ее уже в конце видео, как мы с вами договорились, я покажу такие маленькие вставочки. Хотя, может быть, я покажу, наверное, эту вставочку, где-то вот прикреплю, где-то прикреплю. Я нашла платье от Gucci, это был стопроцентный шоу. Очень красивый такой цвет травы, там комбинация еще, насколько я помню, оранжевый. Давно это было уже, несколько недель назад, поэтому могу ошибаться, но на видео вы увидите. Платье очень интересное, но это был не мой стиль, поэтому я его оставила в магазине. Не могу утверждать, это оригинал, не оригинал. Я не вникала очень сильно, потому что я не планировала его брать. Мне просто его хотелось померить. Шоу очень достойный, качество достойное, но я оставила его в магазине, потому что это не мое. Я понимаю, что я бы его не носила. Знаете, мне очень помог этот двухнедельный перерыв, потому что я сейчас, ну, раньше осознанно относилась к покупкам. У меня импульсные покупки закончились очень давно. Они у меня, наверное, были, когда я только начинала посещать секонд-хенды, и поэтому я сейчас даже как-то предостерегаю многих, кто начинает посещать секонд-хенды, потому что многие покупки, они получаются какие-то импульсные, такие какие-то, ну, моментальные, и потом пили и думаете, зачем мне это надо. И, ну, я вот смотрю, людей наблюдают, даже сегодня я была в магазине секонд-хенд, сегодня была распродажа за два дня до смены товара, и это просто был дурдом. Я купила только текстиль под одеяльник шикарный, это будет в каких-то видео я покажу, и покрывалка очень красивая, ажурная. Все. А люди просто выносили пакеты, пакеты, просто такие чуть ли не под картошки. И там вот просто, ну, когда они рассчитывались на кассе, я просто думаю, боже, ну, я не знаю, я бы бесплатно эти вещи не взяла, я никого не осуждаю. Я просто хочу сразу сказать, что, ну, предостеречь, может быть, как-то немножко внимательно, благоразумно и неэмоционально подходить к покупкам. Потому что это очень сильно как-то влияет на тех, кто только начинает посещать секонд-хенд и сразу такой, вау, это хочу, это хочу. А потом эти вещи все лежат, ну, потому что каждый раз что-то лучше можно увидеть, каждый раз что-то, ну, как бы интереснее. Поэтому я всегда относилась уже, ну, вначале это был какой-то такой всплеск эмоциональный, ну, хотя я не покупала просто без разбора все, но как-то не так разборчиво, как сейчас. А после двухнедельного перерыва вообще, как бы, я очень много взвешиваю, надо мне, не надо, я продумываю свой гардероб, надо ли мне это. Раньше, когда я покупала очень много вещей на заказ, как бы, ну, я могла купить вещи, понимаю, что, как бы, я ее кому-то предложу. Сейчас этого нет, я сейчас, как бы, уже приостановилась, как бы, действия, так, на какое-то время, ну, покупки вещей на заказ. Я только, если девочки из Белоруссии, вам что-то интересно, что-то надо, можете написать, я могу так посмотреть, это частично, так, как-то так, точечно могу. А так, специально этим я не занимаюсь. Поэтому вот, что я говорила, ну, к тому, что две недели перерыва, они очень сильно как-то повлияли на то, чтобы я не покупала то, что я носить не буду. И вот это платье Гуччи к этой категории, да, это Гуччи, да, это классно, да, это супер, да, это уровень. Но зачем? Я его носить не буду. Поэтому осталось оно в магазине. Так что, что? Так что, что? Идем дальше, вот что. Ну, что ж, ребят, и следующая моя интересная, ну, совсем-совсем неожиданная покупка совершилась в магазине Мегахенд. Это было 80% скидки, 80%. Ребят, я когда ехала в этот магазин, я почему-то была уверена, что там новый завод, потому что я перепутала все напрочь. Я же не ходила, не ездила, вернее, в магазины две недели, и как бы у меня все перемешалось. Ну, и, в принципе, это тоже было не очень случайно, потому что я ехала на дачу в тот день, и как бы магазин находится по пути практически, и я решила заехать, но была уверена, что это новый завод. Но оказалось, это 80% скидки. Меня-то не испугало, думаю, ладно, пройдусь, потому что на 80%, даже на 90% скидки я покупала уникальные вещи. Одна из уникальных вещей будет в каком-то архивном видео, поэтому, ребят, на самом деле, я периодически, как говорила, я выкладываю архивные видео. Это будет май, июнь, и середина июня, да, до моей поездки в Польшу. Я вам рекомендую не пренебрегать этими видео, потому что, на самом деле, там очень крутые находки, и, ну, я думаю, вы будете очень удивлены. Так вот, одна из находок была на 90% скидки. Это невероятные брюки просто невероятного состояния, просто новой вещи от Нессони, от Нессони, которая стоимость плюс-минус 1000 долларов. На сайтах польских у нас еще они дороже, и я купила на 90% скидки. Поэтому, когда я пришла в этот магазин на 80, ну, как бы 80 и 80, посмотрим. Потому что, как я говорю всегда, если что-то мое, оно у меня дождется. Я никогда не приезжаю на открытие магазина, вообще никогда, ни разу не была. Я не приезжаю, не толкуюсь в этих очередях, я приезжаю, сделаю свои дела, и приеду это в часов не раньше 11, это вообще 11, я раньше 11 не приезжаю. Один раз я была в 10 часов, это после работы, и я пожалела в Мудамаксе, потому что стопотворение было. Поэтому не раньше 11, а так, как правило, это 12, час, может быть, даже 2. И что же, ребят, каково было мое удивление, когда я зашла на 80% скидки, я нашла футболочку от Пьер Бальмен. Это, понятно, что винтажная футболка, вот такая вот обычная футболочка. Это винтажная футболка, потому что здесь идет Пьер Бальмен, а сейчас уже, как вы знаете, именно просто Бальмен без Пьер. Футболочка просто в невероятном состоянии, никаких вообще моментов, никаких следов носки на ней нет. Мне очень нравится эта футболка, она очень-очень легкая, я носила ее под шорты джинсовые, мне нравится комбинация серы с таким синим, мне очень идут эти цвета синие, и я носила их под джинсовые шорты. Мне очень нравится, уже несколько раз я ее надевала. Состав здесь очень классный, с этикеточкой все в порядке, с этикеткой все великолепно. Размер М, она мне не в облипочку, а очень прекрасно все. Так, состав. У нас идет хлопок и лен, по-моему. Да, ребятки, я не ошиблась, в составе здесь основной состав это хлопок, также, по-моему, 27% это лен, и 23% это полиамид. Прекрасный состав, очень легкая, когда было жарко, я ее надевала, вообще супер, такая, знаете, как машину на даче, в общем, я ее с удовольствием носила. Мне она очень нравится, очень приятная, хорошая, и обошлась мне она, так, 18 рублей она стоила, где-то я прикреплю этикеточку с магазина еще, и минус 80% скидки, посчитайте, это стоит почти ничего. Поэтому, вот такая вот вещь, мне обошлась на 80% скидки. Кстати, в этот день, также, я купила еще там топ от Ralph Lauren, красивый такой цвет фуксии, немножечко такой, более приглушенный, это был 100% шелк, я тоже где-то прикреплю это видео, где я ее покупала, я купила эту блузочку, это топ для своей мамы, очень легкая, очень такая невесомая, хороший шелк плотный, и мамочка очень довольна, ей нравятся такие цвета, оттенки розового фуксии, нежно-розовый, насыщенный розовый, все это и идет. Так что я для мамы купила тоже, эту блузочку от Ralph Lauren, 100% шелка, стоимостью была также 18 рублей без скидки, и минус 80%, поэтому за буквально копейки, по полтора доллара, где-то так мне обошлась, футболка от Herbal Man, и блузка топ от Ralph Lauren, так что все было прекрасно. Ну что, идем дальше. Следующий магазин, в моем там недельном путешествии, был магазин Econom City, это магазин, который на востоке, который находится недалеко от Megahand, Megahand, который мне, наверное, больше всего нравится, это район Восток, я часто снимаю влоги, показываю это место, адрес точно не подскажу, поэтому где-то лучше вам загуглить, но это возле магазина Almi, и я зашла туда, это был, наверное, было дня три после нового завоза, где-то так, и я нашла вот такую вот красоту, сейчас вам покажу, вы будете удивлены, что эта красота совершенно не тех цветов, которые вы привыкли видеть на мне, как вы знаете, я люблю такие базовые цвета, оттенки белого, бежевого, кремовые, синие разные оттенки, голубые, коричневые, плюс в разные стороны, да, там светлые, темные, ну, где-то серые, ну, вот такие вот оттеночки, все базовые, пастельные, и какие-то такие черные, естественно, тоже мне нравятся, такие все вот базовые цвета, и у меня ярких вещей в гардеробе одна, одна, я вам ее специально даже достала ее со своего шкафа, чтобы вам показать, это тоже будет, этот же бренд, и эту вещь я носила один раз, но у меня уже, наверное, года два, это одна из первых вещей, которые я купила в магазине Second Hand, когда у меня еще не было даже канала, я просто ее купила, она у меня висела, и, наверное, в одном из первых видео я вам показывала ее, ну, когда я показывала все свои находки, вообще, которые у меня были в магазине Second Hand, когда еще там не было таких привычных влогов, такой начальный, да, еще такое топорное видео, если что, можете где-то посмотреть, может быть, даже прикреплю, это одно из моих первых видео, так что не судите строго, или, может, даже первое видео, ну, где-то так, поэтому это была единственная вещь яркая в гардеробе, мне она очень нравится, ну, просто очень нравится, но я носила один раз, надевала на себя один раз, и я всегда думала, нужна ли мне, мне или не нужна эта вещь, и я всегда думала, что я от нее не избавлюсь, вот она, пускай, будет у меня в гардеробе, хоть я редко ношу, хоть это какое-то такое для меня яркое пятно, но избавляться от этой вещи я не хотела никогда, и когда я увидела вот это яркое пятно, уже сверх, сверх такое яркое пятно, невероятное яркое пятно, посмотрите, просто эта штучка, вот такая красивая блузочка от бренда Moschino, и я просто влюбилась в нее, и я поняла, что вот это яркое пятно, я все-таки куда-нибудь надену обязательно, мне она очень нравится, мне так она нравится, посмотрите, здесь везде, это стопроцентный шов, если я вам не говорила, вот здесь один цвет, здесь другой цвет, третий цвет, четвертый, пятый, вы только посмотрите, какая она яркая, какая колористика, какое насыщение различных оттенков и цветов, мне она очень понравилась, я ее вижу с каким-то однотонным низом, даже если какая-то там белые брюки, спокойные, белые шорты, вот что-то такого плана, юбка однотонная, и вот это вот акцентное пятно, это будет просто смотреться супер, я еще никуда ее не надевала, никуда ее, нигде ее не выгуливала, поэтому она у меня пока просто висит в шкафу, я купила эту блузочку после моря, после Польши, если бы я купила до, то, конечно же, я бы взяла ее с собой, и там бы уже выгуливала, но сейчас я еще ее нигде не выгуливала, поэтому пока висит, ждет свое время, наверное, уже в следующем году, ну ничего, вот эту вещь, я от нее избавляться не буду, как и от жакета, который я вам покажу, который рассказывала Маскина, обошлась мне эта блузка, 13 рублей 90 копеек, поделите на 2,6, получится сумма в долларах, и у меня еще карточка скидочная, минус 5% от этой суммы, это 100% шелк, это 100% шелк, я вам покажу, где тут у нас, вот это у нас, 100% шелк, я думаю, что вы видите, ой, не очень хорошо фокусирует, в общем, это 100% шелк, нравится нам не очень, и вот хотела вам показать жакет, который второе яркое пятно в моем гардеробе, это вот этот вот невероятный жакет, от Маскина, это тоже оригинал, это шерсть, очень красивые оттенки, видите, здесь такой красивый, такой насыщенно алый цвет, морковно-алый, и такая клетка, менее насыщенная, такой темно-темно припылено-синий цвет, все пуговички, все брендировано, все шикарно, этот жакет, у меня есть одна знакомая, у которой есть магазин, такой брендовых винтажных вещей всяких, и она просто уговаривала меня продать его, ну, не в магазин, но я отказалась, я решила, что эта вещь должна быть у меня, поэтому он остался у меня, и вот вторая яркая вещь в моем гардеробе, этот жакет мне обошелся, ой, я уже не помню, ребят, вот если вы посмотрите видео, я вам там, наверное, буду говорить об этом, ну, помню, что вообще копейки, помню, это была тоже какая-то распродажа уже, какие-то скидки, это я покупала в магазине, который уже не существует, который мне, ну, очень как-то не нравился этот магазин, и, наверное, это единственная вещь, которую я купила достойно в этом магазине, поэтому вот такой вот жакет и вот такая яркая блузка были в моих покупках. Ребят, и следующая находка, которую я поделюсь с вами, была в магазине Мегахенд на новом завозе, и я была просто очень довольна, когда я нашла эту находку, потому что этот бренд я особенно люблю, мне он очень нравится, у меня уже достаточное количество вещей от этого бренда, и, кстати, сегодня я нашла также находочку от этого бренда, и это любимый мной бренд Бёрдери, обожаю его, я очень люблю рубашки, люблю рубашки мужского плана, кто смотрит меня давно, знаете, и я даже люблю начинать свои походы по секонд-хендам с мужского отдела, очень часто так делаю и начинаю смотреть именно рубашки, потому что я обожаю мужские рубашки, ну, просто обожаю, как верхний слой, я их ношу часто под шорты, под кроссовки, какой-то топ, мне очень нравится именно такой стиль, спортивный, такой расслабленный, у меня есть несколько рубашек от Бёрдери, но у меня они именно женского плана, у меня одна рубашка в расцветке Бёрдери, женская, у меня две рубашки черные, кстати, они одинаковые, только разного размера, тоже женские, и мне очень хотелось купить мужскую рубашку, но мне все время хотелось, ну, чтобы она была Бёрдери, но чтобы что-то такое, ну, другое, непривычная расцветка Бёрдери, а что-то может по-другому, потому что этого может быть сильно ярко, многое не хотелось бы, как верхний слой, и я нашла вот что, я нашла, посмотрите, какая красота, ребят, рукава уже подвернута, потому что я ее уже носила, это невероятная красота, рубашка Бёрдери в размере М, это оригинал, плотный, плотный хлопок, такой плотный хлопок, что просто вообще, все вещи, которые я вам показываю, это оригинальные вещи, я не покупаю вещи неоригинала, я просто, ну, для меня это вообще, ну, неприемлемо, есть какие-то моменты, конечно, когда где-то по незнанию, что-то купишь, и потом ты спустя какое-то время понимаешь, ну, это был классный инфейк, бывает такое, естественно, но намеренно, зная, что это не оригинал, я вообще, я просто, ну, это для меня нет, поэтому, ребят, я была очень довольна этой находке, вы просто не представляете, какой здесь плотный хлопок, этот хлопок, который так конкретно держит форму, она, знаете, она просто, не знаю, мне кажется, она создана для того, чтобы быть верхним слоем, и она создана для того, чтобы быть в моем гардеробе, потому что посмотрите на эти цвета, вот просто посмотрите на эти шикарные, невероятные цвета, как я обожаю все эти цвета, вот этот, такой красивый серый с оттенком лилового, голубой какой-то, бирюзовый, да, немножко васильковый, просто обожаю, вот это, вот эти цвета, это все мое, и я была очень довольна, когда-то все встретилось в рубашке от Бёрбари, вроде кажется и расцветка Бёрбари, но не такая, как обычная, да, там в таких коричневых оттенках, поэтому очень довольна, где-то прикреплю видео, я в ней уже гуляла, не один раз я ее выгуливала, тоже гуляла, как верхний слой, шорты джинсовые, синие, белый топ, и вот эта рубашка наверх, по-моему, еще была даже кепка, может кепки не было, или в какой-то раз была, в какой-то не было, что-то такое было, в общем, и в общем, эта рубашечка уже гуляла вместе со мной, так что обожаю, люблю ее нежно, обошлась мне эта красота, 36 белорусских рублей, это, ну, где-то в долларах, наверное, 15, да, где-то вот так, может быть, чуть меньше, может чуть больше, разделите на 2,6, и получится сумма в долларах, так что, вот такая рубашечка, меня очень порадовала, мне она очень нравится, каждая пугольчка брендирована, все брендировано, логотипчик, в общем, очень приятная, мне очень нравится в ней длина, потому что, следующие вещи, которые я буду показывать, по крайней мере, одна из них, я, почему не могла-то записать видео быстрее, потому что, я отдала следующую вещь, и еще там другие вещи, маме, для того, чтобы укоротить, это тоже будет рубашка, по-моему, это следующее, да, это тоже будет рубашка, и я отдавала ее мамочке своей, чтобы она укоротила длину, и отдавала вот эту рубашку Бербери, чтобы мама под эту длину равняла другие рубашки, я 5 рубашек ей завезла, все, чтобы длину она убирала, и вот эта рубашка Бербери тоже была у нее, чтобы был как ориентир, именно по длине, мне эта длина вообще идеальна, идеальна, поэтому, как бы, вот сегодня я забрала эти рубашки от мамы, и сразу же вам записываю видео, так что извините за задержку, извините, что видео не вышло раньше, так получилось, хотела уже показать вам все вместе, ну что, идем с вами дальше, ну что, ребят, как я вам и говорила, следующая находка, это рубашка, как и следующая находка, будет тоже рубашка, в общем, эту рубашечку, от классного, также любимого мной бренда, Бальмен, я нашла в магазине, Мода Макс, это магазин на вес, поэтому я вам не скажу точную стоимость этой рубашки, ну, примерно, ну, наверное, я думаю, 6-7 где-то она будет стоить, где-то вот так, потому что она такая тяжеленькая, хлопок такой плотненький, эта рубашка, как и предыдущая Бербери, была у мамы на перешивке, убирала мама длину, она была такая, вот почему я, я немножечко сомневалась брать, не брать, потому что она такая мне казалась огромная, ну, просто большущая, это, не буду уже искать размер, это больше, чем обычный размер в моих рубашках, думала, ладно, буду дома носить как халат, но я пришла домой, померила, подумала, нет, рубашка реально классная, я буду использовать ее как верхний слой, просто нужно убрать длину, потому что я во всех рубашках своих всегда подворачиваю рукава, вот видите, даже один рукав подвернут, я уже примеряла ее после стирочки, а второй вот, ну, не подвернут, вот видите, такая она вроде как длинная, но когда мама убрала длину, все стало на свои места, немножечко подворачиваться, смотрится, она великолепна, конечно, нужно ее немножко отутюжить, распарить, распарить, отпарить, и все, рубашка классная, такой красивый, нежный розовый цвет, не сильно нежный и не сильно насыщенный, мне нравится этот оттенок розового, великолепно будет смотреться также с шортами, как белый, как и голубые джинсы, как и какого-то другого цвета, в общем, рубашка класс, обожаю, ну, просто люблю я мужские рубашки, что тут поделаешь, так что эта рубашка тоже идет ко мне в гардероб, и я очень довольна, что она у меня есть, потому что у меня все там белые, голубые какие-то, ну, вот такого цвете у меня не было, но спустя какое-то время я нашла тоже в похожем цвете рубашка, это будет просто, ну, вообще супер находка, нашла ее с этикетками полностью новой в магазине, поэтому это будет спустя какое-то время, какое-то видео я вам покажу ее, но вот эта находка была, как бы первая из такого цвета, примерно плюс-минус в моем гардеробе, из мужских рубашек, так что добро пожаловать ко мне в гардероб, ну, и как я говорила, последняя именно из вещей находка за эту неделю, это была тоже рубашка, и это обычная лаконичная рубашка от Armani, ребят, я очень спокойно отношусь к этому бренду, я вообще, как бы, ну, у меня нет такого, ааа, Armani, абсолютно, я просто, наверное, привыкла очень часто видеть в магазинах Second Hand Armani, ну, просто часто, если я покупаю, ну, какую-то вещь, на самом деле, она мне должна очень нравиться, эта рубашка одна из тех, которые мне понравились, ну, просто очень, во-первых, понравилась какой-то своей лаконичностью, во-вторых, понравилась какими-то деталями, которые просто, ну, мне, ну, просто меня поразили, смотрите, это Armani Junior, насколько я понимаю, эта линейка такая молодежная, как мне понравились здесь детальки, посмотрите, пуговички, да, вокруг Armani, на каждой пуговичке, на каждой пуговичке, тоже написан брендик, на каждой пуговичке, они, каждая брендирована не сверху, а вот именно сбоку, да, вот таким цветом, как вот здесь вот этот логотип, очень мне понравилась она именно своими деталями, здесь тоже что-то такое, на рукавах, на каждой пуговичке тоже, Armani, именно бренд прописан сбоку на пуговичке, не на, не сверху, ну, понравилась мне эта рубашка, это, естественно, она тоже, как я говорю, оригинал, смотрите, этикетка полностью без каких-либо следов носки, рубашка просто в новом состоянии, может быть, вообще новая, что-то к ней нацеплялось, она у меня висела в шкафу, я уже ее постирала, естественно, я сразу вещи, когда, ну, покупаю, я сразу же отправляюсь в стирку, вот тут вот видите, на бородничке внутри тоже, прострочка такая, вот такого же цвета, как и логотип, и вот эти все буковки, тоже такого же цвета, как и логотип, обычная, лаконичная, базовая рубашка, но с какими-то такими небольшими деталями, которые просто добавляют какую-то изюминку в эту обычную классическую рубашку, она хорошей длины, не видно здесь видео, она хорошей длины, не надо было ее не укорачивать, ничего с ней делать, и я ее просто постирала, просто поутюжила, и все, она у меня висит в шкафу, я вещи, когда покупаю, я их сразу же стираю, утюжу, вешаю в шкаф, ну, естественно, когда я достаю со шкафа, где-то вещь немножечко замнется в шкафу, я все равно перед тем, как надевать вещи, я их, ну, заново проутюжу, или если надо, отпарю, поэтому она у меня висит все равно в таком виде, но буду надевать ее еще больше в любых порядках, пока еще я ее не выгуливала, но придет время, я буду, конечно же, выгуливать, мне она очень нравится, реально очень нравится, ребят, обошлась мне эта рубашка, где-то долларов 4-5, может, ну, плюс-минус 5 долларов, потому что это тоже был магазин Мода Макс, и это были вещи на вес, так что за такие смешные денежки, Тонька там что-то копается, укладывается, Тоня, мы тебе не мешаем, не мешаем мы тебе, ложись, все, ложись, моя зайка, ложись, ложись, все, ну что, мы с вами продолжаем, и впереди последняя находка, это уже не вещь, как я говорила, но идем и смотрим, ну что, ребятки, мы на финишной прямой, и последняя находка за эту неделю, которая была после двухнедельного перерыва от секонд-хенда, это великолепная вот такая пара обуви, вот такие вот лоферы, эти лоферы, я купила в магазине Мода Макс, я уже уходила с магазина, и случайно подошла еще раз к стойке с обувью, когда я приходила, их не было, видно, кто-то мерил, они были у кого-то на руках, когда я их увидела, мне они так понравились, именно своей лаконичности, у меня есть лоферы, у меня есть лоферы такие в стиле гучи кожаные, вот здесь вот, ну, с этой пряжечкой, у меня есть еще лоферы такие более классические, но вот это такие обычные черные, ничего лишнего, очень классного качества кожи, невероятного качества кожи, просто она меня сразила, и мне нравится такой легкий глянец, состояние просто идеальное, мне кажется, их выгулили может быть один, максимум два раза, даже еще, видите, есть этикетки, это 36 размер, как правило, 36 размер на меня немножечко большевах, но эти лоферы сели на меня хорошо, вот мне это был единственный момент, что мне казалось, то нога вылетает, то не вылетает, потому что я меряю, всегда ношу с собой сумочки и носки, такие маленькие, тоненькие, чтобы просто мерить обувь, потому что, ну, летом где-то в босоножках, где-то в шлепанцах, и на босую ногу никогда не меряю обувь в секонд-хенде, ну, или что-то кто-то мерил до меня, поэтому не меряю ни в магазинах секонд-хенд, ни в обычных магазинах на босую ногу никогда не меряю обувь. Вот такие вот лоферы, вот такой вот бренд, я загуглила, это, я не скажу, что бренд супер какой-то дорогой, но у них много представлено обуви именно кожаной, хорошей, и, в принципе, ценники, ну, сравнительно не средние, даже, мне кажется, выше среднего. Отзывы очень хорошие обуви этого бренда, я прочитала, я всегда изучаю, я всегда много гуглю, когда я вижу какой-то бренд, который я не покупала, который я не знаю, у меня многие спрашивают, Свет, как ты определяешь там аутентичность какого-то бренда, да, как ты там, ну, знаешь этот бренд, этот, ребят, это все методом, вот, методом гугла. Не все, конечно, я училась, заканчивала обучение стилист мужской, стилист женский, и мы проходили многие бренды, самые такие известные бренды, люкс, и премиум, мы их изучали, ДНК этих брендов, поэтому, и в этом я ориентируюсь неплохо, но какие-то, многие попадаются бренды, например, я вижу впервые, я не могу знать, например, все бренды, но не могу я знать, я же человек, поэтому мне встречаются какие-то бренды, мне неизвестные, и Google мне в помощь, как я говорю, я начинаю просто все гуглить, искать, смотреть, очень много информации в интернете по поводу аутентичности, определения какого-либо бренда, описано ДНК бренда, описана, ну, какие-то, ну, история бренда, Википедия много говорит о том или ином бренде, поэтому все нужно смотреть, все нужно вот так вот узнавать, и вот таким вот образом я тоже узнавала, и у меня тоже было как-то, ну, недавно, это будет в каком-то видео, после, я нашла просто невероятную находку, невероятную находку, я просто, для меня этот бренд вообще был незнаком, я не знала, что это дорогущий, просто дорогущий, люксовый бренд, но оказалось, я это узнала, когда я начала этот гугл, гуглить этот бренд, ну, это будет потом, сейчас немножечко забегая, вперед скажу, и я просто была в шоке, что я нашла такую вещь в магазине Second Hand в идеальном состоянии, моего размера, там была срезанная этикетка, я загуглила этот бренд, на замочках было название, увеличила, сфотографировала, увеличила, увидела этот бренд, ввела его, и каково было мое удовольствие, тоже, и удивление, когда я поняла, что я вижу перед собой, я нашла также эту вещь сразу же в интернете, видите, как вам, знаете, подогрела вас, чтобы вы дальше смотрели мои видео, потому что у меня очень много всего интересного, ну, на самом деле, много, и в архивных видео, ребят, тоже очень много всего интересного, не буду больше раскрывать карты, не буду, все, даже не просите, на сегодня будет это все, вот этими, вот этими вот лоферами, мы сегодня уже с вами будем прощаться, вернее, не совсем прощаться, где-то вы, после меня, будет еще коротенькое видео того, что я находила, но не покупала, потому что и вот эти находки я купила, они у меня есть, а какие-то вещи мне интересные встречались, но я их не покупала, но я где-то коротенькое видео, вообще просто короткое-короткое или даже фотку я вам просто покажу, там будет буквально пару минут, поэтому запаситесь терпением и посмотрите, что я еще видела в этой неделе, которая была после перерывчика, и, пожалуйста, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, пишите свои комментарии, я всех читаю их, как вы заметили, стараюсь на все отвечать, на все добрые, хорошие комментарии, я всегда отвечаю, я люблю читать ваши комментарии, люблю общаться с вами, вы для меня очень все дороги, мне очень приятно общить с вами, спасибо вам большое за поддержки, за добрые слова, за ваше внимание, мне это очень дорого и очень приятно, мои дорогие, и, пожалуйста, смотрите архивное видео, потому что я смотрю, что по просмотрам они немножечко меньше, чем просмотры видео, которые я пускаю, ну, как бы, ну, уже там, более-менее, ну, много со временем, да, как бы, ну, нет разбежки времени. Но там, в тех архивных видео, на самом деле, такие находки интересные, достойные, поэтому не пропускайте, смотрите. Если вы видите блок-архив, это не значит, что он был снят, там, 10 лет назад. Нет, я в это время даже не ходила в секонд-фент. Это видео за, может быть, конец апреля, май и где-то до 14 июня, вот этот период, мне еще можно выпустить архивное видео. Поэтому май и первая половина июня эти видео еще будут выходить и будут подписаны в блок-архив. Ну, это буквально пару месяцев назад было. Так что, ребят, подписываемся, смотрим дальше. Смотрим дальше. Ребят, в общем, Света, как всегда, я уже записала видео, выключила все дополнительное освещение и уже поздно потом вспомнила, что я вам не показала еще платочек, который я купила. Вот такой платок, вот такой бренд. Это шелковый платок. Я нашла его на перепродаже. Это винтажный платок. Это шелковый винтажный платок, как сказала, шелфрауль. И стоимость так себе. Я нашла, по-моему, это на шапе плюс-минус 400 деревен. Это на перепродаже. Больше не искала, не старалась там углубляться, но платочек очень красивый, большого размера. Вот такой вот красивый шелк, очень качественный. Мне он очень понравился. и я его тоже для себя купила. Такие красивые оттенки. Такие зеленые, коричневые, оранжевые, осенние, да, осенние оттеночки. Поэтому вот такая вот еще у меня была находка за эту неделю. Уже показываю, как есть, извините, но хотелось вам его тоже показать. Красивый, реально красивый платок. Большой, не вмещается у меня в камеру. В общем, вот такой красивый платок с таким рисунком абстракция какая-то. Ничего такого конкретного, какая-то абстракция. Так что, вот такая вот находка. Ну что же, ребят, быстренько пробежимся, потому что мне еще удалось увидеть интересное было вот такая сумочка клатч от Тедбекер. Это натуральная кожа. Состояние просто идеальное. Мне она не нужна, она для меня очень большого размера. В принципе, я очень редко ношу клатч, но задумка очень интересная, удобная. такая ручка, чтобы было удобно брать сумку. Приятная, хорошая сумочка, но не взяла, потому что мне она не нужна. вот такая была сумка классная от Майкл Корс. Это оригинал, но у нее был просто невероятно огромный ценник для секонд-хенда. Это просто невероятно огромный ценник, я считаю. 200 рублей, это 77 долларов, ребят, для секонд-хенда, хотя сумка была, конечно, в состоянии новой. Очень хорошая, качественная, зернистая кожа. Немножечко на ручках были такие вмятины, но это не дефект, просто какие-то как вмятины, не знаю, может транспортировка была не очень хорошая. Вот такие были Саба, или как можно назвать, босоножки от Гуччи. Долго рассматривала, думала оригинал, не оригинал, но мне не понравилось в любом случае их состояние, хотя очень похоже на оригинал, но состояния уже просто никакое. Вот такой был жакет от Moskina, это уже стопроцентный оригинал. Если я сомневаюсь по поводу босоножек, то здесь оригинал вне сомнения, но мне совершенно не понравилась расцветка, состав был тоже нехороший, насколько вспоминаю, там был полиэстер, поэтому осталось оно висеть в магазине. Не моя, не моя вещь, но показать вам хотелось, потому что я знаю, что многим нравится. Чуть больше 10 долларов была стоимость. Показываю состав, не очень хороший. Сам по себе неплохой вариант, очень хороший фасон жакета. Вот такая была рубашка Lacosta, в принципе, ничем не удивишь этим брендом, но мне понравилась расцветка, люблю такие расцветки, как говорю, матрасные. Хорошее сочетание цветов, неплохая рубашечка, поэтому захотелось вам ее показать. Вот такая была футболка от Kinzo, но мне совершенно не понравилась эта модель, мне понравился фасон, такая какая-то большая горловина, цвет непонятный, поэтому осталось висеть также в магазине. Вот такая была блузка от Ralph Lauren, этим брендом тоже никого не удивишь, я не сильно обращаю внимание на этот бренд, но такая неплохая была, легкая, хорошая, воздушная, хоть тоже не совсем мое, но захотелось вам ее показать. Стоимость чуть больше 10 долларов. Вот такие были кроссовки от Nike, мне не очень понравились, они сели на меня великолепно, очень удобно, это мой размер, и я хотела их купить, но все-таки решила не брать, потому что в этот раз купила рубашку от Burberry и уже было многовато по деньгам, не хотелось мне как-то тратиться на ненужные вещи, особо ненужные. Вот такие были туфельки детские от Moschino, мне очень хотелось вам показать их, это 31 размер, очень жаль, что никому моим знакомым они не подошли по размеру, но они просто великолепные, кожа внутри, снаружи, состояние просто отличное, и я была очень довольна, что буквально при мне мама взяла для своей дочки эти туфельки, они сели на нее великолепно. И такой был шелковый платочек, и это все мои находки. Благодарю вас, мои хорошие, что вы посмотрели это видео до конца, надеюсь, оно вам понравилось. Ребятки, кто еще не подписался, подпишитесь, пожалуйста, поставьте свои пальчики вверх, и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А мы с вами встретимся совсем-совсем скоро. До встречи, обнимаю вас всем сердцем. Пока-пока.